Надо быть очень осторожным. Вот я всем задаю вопрос, вы приехали, кто такой, как обратился, как вышел на нас и решился приехать уже второй раз. Так я понимаю, не разочаровался ли ты, что тебе понравилось, не понравилось. Вот расскажите о себе, кто такой, откуда, какой возраст. Меня зовут Николай Астахов, мне 34 года исполнилось, 3 июля. В 2016 году я первый раз прочитал книгу Архимандрита Тихона Шевкунова. Тогда, сейчас митрополита, они святые святые. Мне брат ее подарил неверующий. Уже тогда мне было интересно, вера православная. Началось все с того, что я с коллегой по работе зашел в часовню, ну не часовню, там часовня, а при часовне кладбища, где Ксения Петербургская захоронена. И я думаю, что по ее молитвам, возможно, тоже Господь меня как-то начал к себе приближать. До этого, потому что неверующие родители меня носили в храм, и только с дедушкой я куличи освящал, приходил. А веры вообще никакой не было, про Христа ничего не слышал. Вот, а здесь мы поклонились, попросили молитв, ничего я не понимал толком. Но прочитал я книгу «Несвятые святые», и мне показал, я так себе подумал, что у этих верующих, которые там описаны, у этих монахов, у них интересная жизнь. И что их жизнь, по большому счету, от нашей отличается, но у них много и схожего с нами. Потому что до этого я про них вообще не думал. У нас были в университете предметы разные, реликвии геоведения было, у меня была пятерка. Но я думал, что это такое времяпрепровождение. Ну, то есть люди, кто-то где вырос, в зависимости от культуры, он так и верит. Такое у меня было понимание. И дальше я не шел. Меня ничто не коснулось, мы проходили разные религии, а что такое вера Христова, я не изучал. Ну и после прочтения этой книги, я подумал, надо найти этого архимандрита, ныне митрополита Тихона. Если он так пишет, он, наверное, и служит хорошо Богу. И начал я его искать, и так выяснилось, что он служит в Сретенском московском монастыре, который находится буквально в 15-20 минутах пешком от моего дома. Я пришел там на исповедь. Первая исповедь у меня в 2016 году была. Попал к иеромонаху Ионе Кудрякову. Он преподаватель Сретенской семинарии. Потом я узнал, что это один из самых строгих священников у нас там в монастыре. К нему боятся приходить. Но я до сих пор к нему хожу. И постепенно я начал ходить в храм, участвовать в таинствах. Не пропускал богослужения. И вот шел 16-й год прошел, 17-й. И где-то, наверное, в конце 17-го года... А, при этом важно сказать, что Библию я в руки не брал. Я не помню, чтобы я ее читал вообще. Я читал какие-то полухудожественные, полуправославные книги. Но описание я не брал, не читал. В какой-то момент... Не помню уже, с чего это началось. Возможно, с проповедей про Терея Андрея Ткачева. Или нет? Нет, неправильно. Вот я сейчас вспомнил. Знаете, как было? Вот там, в часовне, в 16-м году, где были у Ксении Петербургской в Петербурге, там женщины какие-то к нам подошли и говорят, есть такой протеерей Владимир Головин. Вы найдите его на Ютубе и послушайте. А поскольку меня что-то уже коснулось тогда, благодать какая-то, ну тогда я этого ничего не понимал. Я работал в Интерау ЕС. Это крупная такая энергетическая компания страны. Это как Газпром, только в энергетике. Там Чубайс раньше управлял. Сейчас он другим занимается. И там очень насыщенная работа была. Но несмотря на эту насыщенную работу, мой интерес, я такой человек увлекающийся, и мой интерес был очень велик. И я, ну Головина, я не знаю, практически все пересмотрел. Что там было на канале, там очень много. Я прям приходил на рабочее место, делал работу, и когда была возможность, сразу же включал проповедь параллельно. Потому что работа повторяющаяся, работа с текстом, но все равно позволяла смотреть и слушать. Вот. И, кстати говоря, кто будет смотреть, я рекомендую посмотреть ролик с Головиным, называется «Завещание». «Завещание». Снято на старую видеокамеру, и он оставляет завещание своим детям, где он рассказывает, как он пришел к Богу, как уверовал, как его отцу было сказано, что весь ваш род по мужской линии будет служить Богу, станет у престола Божия. Но он всего этого не знал. Он рос без этого знания. Ну и вот, видимо, проповедь Владимира Геловина про Террия, они меня сподвигли на то, чтобы начать писание читать. И в 2017 году, где-то ближе к концу, зимой, я нашел ваши ролики какие-то. Не могу сейчас вспомнить, что это было, но посмотрев сейчас свой скайп, я увидел, что уже в 2018 году, в начале 2018 года, я Сергею Пупкову писал с просьбой добавить меня в группу по изучению писания в скайп. При этом я не созванивался, ни с ним, ни с вами, и я участвовал в занятиях. Сейчас у нас 2021 год, то есть получается уже 3 года я в группе в скайпе. Я участвовал в занятиях, потом в какой-то момент, как мне говорит, например, Наталья Усатая, вспоминает, что я куда-то пропал. Не могу сейчас восстановить, возможно и пропал. Может быть было это связано с моим путешествием куда-то или с работой. Я сейчас не могу вспомнить. Но в любом случае, последние 2 года я практически не пропускаю занятия. Пока на молитвах я 7 раз не встаю. Максимально я 2 раза или 3 раза может быть. Да, наверное, даже 2 раза всего я стою на молитву пока в группе там. И в какой-то из моментов, в 2019 году, я вам позвонил или в 2020, в 2019, наверное, с вопросом, чем вам помочь. И вы мне сказали, что... Ну, то есть, у меня как бы... Я не задавал вопросов, потому что много ответов я получал, смотря ролики ваши по разным темам. И на сайте можно много очень ответов найти на свои вопросы. Не надо просто лениться. Там очень удобный поисковик, как в Яндексе. Вот. Поэтому вопросов у меня как бы и не было. И я спросил, а чем вам помочь? Вы сказали, ну, если ты хочешь, приезжай, потеряй в Ку, здесь поработаешь. Но в тот год я не приехал, в 19-й. И еще интересно, что в конце беседы я поехал восстанавливать часовню там 16-го или 17-го века в Карелию. Пегрима 17-го века, 1759-й, по-моему, год. Вот мы там часовню это восстанавливали, и я в Потеревку уже не доехал тогда. А в конце видео вы мне сказали, ты, говорит, я сей из Москвы, ты найди такого генерал Пьянков. Он нам помогал очень. Я сказал, да-да-да, сейчас найду, но я благополучно, а точнее, неблагополучно забыл про это после беседы. И нашел я этот ролик только недавно, когда кому-то хотел показать, как долго я шел к тому, чтобы выйти на вас непосредственно, чтобы прошло несколько лет, прежде чем мы вот в жизни познакомились. И я нашел этот ролик и смотрю, батюшки, так я же забыл, я же обещал. А у меня это у меня есть такая черта была до крещения, что я очень много на себя дел беру и какие-то начинают проседать, что-то я там забуду где-то. И недоделанные дела, это вот такая черта за мной водится. Или сделанные там бывает тяп-ляп где-то, то есть много-много на себя набрал и и тут не успел, и там так сделал наполовинку. Вот. И в итоге недавно только я нашел и благодаря Елене Гладычу в том числе мы смогли найти этого генерала Пинкова Бориса Евгеньевича, вручили ему там через дочь книги, передали. Потом я уже стал на вас выходить с вопросами разными. Уже по писанию, по каким-то острым темам мы стали записывать ролики совместные. Ну и в 2020 году потом там появился Вячеслав Семенов у нас в группе тоже и мы с ним связались, потому что вместе на занятиях были, уже были знакомы все и договорились вместе к вам приехать. В сентябре прошлого года мы приехали, подрудились здесь немного, я считаю, по сравнению с этим годом. Мы там в основном были на огородах, что-то там копали, картошку, морковку. Но это не было таким трудом, как в этот раз. А в этот раз я подумал, что надо прийти, приехать и испытать, чтобы вы меня испытали и выдали мне список рекомендаций, над чем мне работать. Я прям ехал именно с такой целью, чтобы мои недостатки они мне были явно видны и чтобы я мог исправить что-то, что исправлю прямо здесь, не исправить это прямо здесь при вашем присутствии это почти нереальная история. То есть вы очень помогаете исправлять эти недостатки. А что я не исправлю, то исправлять уже, когда уеду отсюда. вот и эта задача, которую я себе поставил и цель, ради которой я сюда ехал, одна из целей, она, я считаю, ну, воплощена практически в полноте. Потому что вы мне указали на те вещи, которые я знал уже недостатки и еще добавили какие-то грани дополнительные. Мне очень полезно и я благодарен вот это самооправдание которое мне свойственно. Я с одной стороны всегда вот сколько я себя помню на работе, предположим, я как-то от друга услышал давно еще. Ну, говорит, если ты сделал что-то, провинился как-то на работе, ты скажи прямо, зачем ты будешь скрываться-то. И мне это было по сердцу. То есть врать я не люблю. И это мне легло еще, когда я был неверующий. Я так делал. Но по вот этой немощи, как в духовной, да, все равно это проскальзывает. И до сих пор даже проскальзывает где-то там лукавство, где-то что-то. Но после крещения я чувствую, что Господь он это смыл. Я примирился с Богом. И сейчас, если там, предположим, в пятницу вечером или в субботу перед крещением я ходил и думал, Игнатий Тихонович достаточно уже топором поработал над моей душой. Уже и рубаночком поработал, уже шкуркой поработал. Можно покреститься и уехать. У меня даже был, ну как бы робот даже можно сказать. Я братьев просил молиться об этом деле, что сатана просто постоянно подкидывает эти мысли, что ну все уже, нормально, мы потрудились, ты получил все, что хотел, тебя сейчас покрестят и уезжай. Давай, сдай билет и езжай пораньше. Но братья помолились, я тоже помолился Богу, на коленях даже молился в уединении и просил отогнать от меня этого духа. И когда я принял святое крещение троекратным полным погружением, то в понедельник прослушавшись, я уже совершенно с другим настроением был. Я уже на работу выходил радостно и даже Виталий Калиников он говорит, ну что-то Николай такой радостный, он как будто не работал вообще сегодня. Потом второй день опять, а что он такой радостный, третий день опять радостный, четвертый день опять радостный. Но я не скажу, что я там лежу-то на заваленке, я вроде как работаю, но вот эта благодать Божия и понимание того, что то, что вы говорите, это все мне полезно, что у нас здесь духовная такая тренировочная база духовная. И на этих простых каких-то вещах, на совместной работе выявляется немощи каждого. И я благодарен очень. И когда все это вот с понедельника уже осознанно было мной пройдено, уже ропота не возникало, ну то есть было все уже как бы с благоговением к тому, что идет борьба за то, чтобы душа возрастала в Боге. ну вот вкратце вот так с трудами вашими я знаком очень поверхностно пока. Сейчас если зарплата мне придет, я планирую купить книги у вас, потому что то, как вы трудитесь физически и то, как вы трудитесь духовно, я это вижу воочию. и ваше духовное поприще я давно наблюдаю. Я таких людей просто не могу на память привести из ныне живущих, кто так отдает себя тому, чем он занимается. И поэтому вот книги ваши, они ну я хоть их и не читал все, я выборочно что-то читал, но я вижу, что там огроменный труд проделан и с вашей энергией это ну понятно, что я такой труд не проделаю и мне его и незачем проделать, он уже проделан вами. И вот я вам очень благодарен еще раз за то, что вы с нами со всеми тут возитесь и даже если людям некоторым кажется, что сурово где-то или что-то, если они искренне сами с собой сядут один на один потом в тишине из совести своей помолившись Богу спросит а что он хотел а кто-то еще хотел того, чего он хотел от меня а почему такая требовательность то я просто уверен на сто процентов если этот человек не будет врать сам себе он поймет что вы заботитесь о душе вы не заботитесь об отношениях в мирском плане сохранить там что-то где-то кому-то тут я сейчас так аккуратненько скажу подведу ему нет вы заботитесь о душе и часто вы как хирург действуете вы режете и человеку больно но потом через какое-то время человек понимает когда уже эта боль проходит что это ему было на пользу и вот эта духовная хирургия которой вы занимаетесь уже столько лет я считаю что любому человеку любому верующему надо присмотреться к опыту и важно очень не брать вашу манеру потому что это позволено только вам такое дерзновение именно так говорить важно взять увидеть что вы каждому подходите индивидуально потому что предположим даже владимир пащенко он в какой-то момент начал говорить ну зачем вы николая там ну просто уже ну где можно было бы ничего не говорить ему вы ему все равно говорите ну сколько можно его дергать то а я ему говорю да мне еще больше даже можно надо вот еще можно даже добавить ешь говорит птица гордая пока не пнешь не полетит вот я такой ешь был и эти пинки духовные они мне очень на пользу пошли и надеюсь что если господь продлит жизнь еще обращаться к вам за советом но если и завтра не будет уже вас то ваши книги остаются ваши проповеди вы с нами просто я буду постоянно прибегать к вам как к духовному человеку сказал заботиться не о том чтобы были отношения хорошие хорошие это результат того что мы друг друга искренне ведем я все время удивляюсь люди городские самые простые вещи делают неправильно и не знают и не сказать я не могу во-первых порчи на лицо а второе тебе жить дальше и поэтому если вам казалось это невозможно тут как-то собрались с претензиями ко мне а там были Амроси Архимандрит Юрасов отец Геннадий Фаст и он говорит тоже эти же самые слова вот это невыносимо бывает когда так вот Игнатий говорит ну мы верти рассуждали об этом там где-то обо мне и все согласились ему это дано и приносит результат нам это не дано и трудно понять а я не думаю ни о том что дано не дано я вижу не так он щихнул я ему делаю замечание так это пустяк у него платочка нет я делаю замечание и он уже с платочком и теперь бодрствует над собой если ты не будешь слушать что я говорю у тебя эти вопросы возникнут в другом плане на другом и тебе уже выхода не будет а тут ты легко опять хорошие отношения понимаете вот даже сегодня пришли и мне только сказать ой ребята молодцы а я прошел и говорю неправильно еще добавил вам работу я не думаю ни о чем кроме о том что у меня работа а вы хорошие ребята и вы меня правильно поймете мне нужно чтобы наш труд не пропал даром я вот пошел с вами сейчас везде проехал и заново все это переживаю нам есть конкретно что показать вот это выражение мне очень нравится считаю слева тебе видно нет нет веру а я имею дела покажи мне твою веру без дел твоих а я покажу тебе веру мою и дел моих яхова 2.17 и говорят говорить нельзя нет это город на вершину горы вот мы считаем он не может укрыться и мы это что делаем показываем люди ничего не понимают судят мы каждый год там дел